Здравствуйте в студии Маргарита Кальц. Череда банкротств крупных российских туроператоров, десятки тысяч пострадавших туристов. Такого в российском турбизнесе за последние 15 лет еще не было. Как страхуют себя немцы от подобных случаев? Об этом сразу после обзора событий в мире. ФСБ будет сотрудничать с социальными сетями. Правительство России обязало соцсети и другие популярные сайты установить за свой счет специальное программное обеспечение. С его помощью российские спецслужбы смогут в автоматическом режиме получать информацию о пользователях. Правительство Украины подготовило законопроект о введении санкций в отношении российских физических лиц и компаний. Документ предусматривает 26 видов экономических и уголовных санкций от замораживания активов до остановки авиаперелетов и транзита ресурсов через территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Незадолго до окончания режима прекращения огня на Ближнем Востоке, палестинские боевики выпустили ракеты по южным районам Израиля. Хамас объявил, что он не намерен продлевать 72-часовое перемирие. Израиль возобновил точечный обстрел позиций Хамас на территории сектора Газа. В правительстве Израиля заявили, что переговоров с палестинцами о перемирии не будет до тех пор, пока боевики не прекратят ракетные обстрелы. ВВС США нанесли удары по артиллерии террористической группировки «Исламское государство» на севере Ирака. Операция началась после того, как боевики подвергли обстрелам курские подразделения. Накануне президент США Барак Обама одобрил нанесение точечных ударов по группировке «Исламское государство». Экстремисты захватили большую часть христианских поселений на востоке от Масула. Из страха перед расправой сотни тысяч христиан покинули свои дома. Всемирная организация здравоохранения назвала распространение лихорадки Эбола угрозой международного значения. В организации считают, что во всех странах, в которых зарегистрированы случаи заражения вирусом, должен быть введен режим чрезвычайного положения. По последним данным, жертвами смертоносной болезни стало почти тысячи человек. Сегодня российский туроператор «Лабиринт» прекращает выдавать своим клиентам договоры для предоставления в страховые компании. «Лабиринт» объявила о приостановке деятельности 2 августа. Это лишь один из целого ряда туроператоров, которые за последнюю неделю объявили о банкротстве. Вместо лабиринта «Минотавра» на Крите этим туристам пришлось иметь дело с лабиринтом российским. Турфирмой, который теперь на слуху у многих. В разгар отпускного сезона крупная компания объявила о своем банкротстве. По разным данным, от 12 до 27 тысяч клиентов турбюро на тот момент находились за границей. Еще 40 тысяч успели купить путевки. Отдых испорчен всем. «Политическая ситуация в стране и, наверное, чьи-то личные большие интересы материальные. Опять же, от нас, от простых людей, вот так получилось, что от директоров агентства, от менеджеров, от простых людей, которые мечтали об отдыхе, ничего не зависит». «Экономика и, естественно, то, что у нас в стране творится вместе с Украиной. Это то же самое экономическое положение нашей страны». Приостановив свою деятельность, «Лабиринт» таким образом присоединился к четырем другим крупным турфирмам, которые этим летом омрачили россиянам отпуск. Речь о компаниях «Роза Ветров Мир», «Идеал Тур», «Нева» и «Экспо Тур». Наблюдатели считают, что проблема в турбизнесе куда глубже, чем просто формулировка «экономическая ситуация» в стране. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту мошенничества в отношении пяти крупных туроператоров. По мнению следователей, у компании были долги, денег их оплатить не было. Однако бюро продолжали продавать путёвки. Ещё одна версия – падение спроса на поездки в Евросоюз, рост курса евро, ограничение на выезд за границу силовиков и ошибки в коммерческой деятельности. С 2009 года у нас каждый год порядка шести туристических операторов приостанавливают свою деятельность. Другое дело, что не было таких крупных. И наша задача вот в этих условиях, конечно, прежде всего людей вывести в Россию. Тем временем страховые компании, которые работали с обанкротившимися турфирмами, принимают заявления возмущённых отпускников. По предварительным оценкам, только размер компенсации клиентам «Лабиринта» может составить до двух миллиардов рублей. Российское объединение «Турпомощь» организовывает сейчас рейсы для возвращения россиян из Греции. При этом в объединении сообщили, что некоторые туристы принимают решение остаться на курорте и отказываются от эвакуации. Пока же за рубежом остаются 6 тысяч клиентов, приостановивших деятельность туроператоров. Это цифры Ростуризма. Федеральное агентство предложило наделить его полномочиями по контролю за туристическими компаниями. С вопросом, проверяет ли кто-либо деятельность немецких туроператоров, мы обратились к Петеру Темону, юристу, эксперту по вопросам туризма. Сейчас он на связи со студией. Господин Темон, бывают ли случаи банкротств немецких туроператоров, и кто в таком случае несёт ответственность за судьбу туристов? Такое случается. Турфирмы становятся банкротами. За последние 10 лет было несколько случаев, когда туристы застревали в отелях за рубежом и были вынуждены платить ещё и двойную цену. Все эти деньги им вернуло впоследствии страховку. Для немецких туроператоров вообще-то существует обязательное страхование. По закону туроператор обязан застраховать деньги, которые он получает от клиента за путёвку. Это прописано в Гражданском кодексе. Текст этого закона получают вместе с документами все туристы, чтобы они знали, на тот случай, если немецкий туроператор обанкротится, деньги клиента застрахованы. А деятельность немецких туристических компаний как-то контролируется? Туроператоров контролируют не очень строго. Им не надо получать какого-то специального разрешения на работу, необходимо только зарегистрировать свою фирму. Ведь туроператорам не нужны ни специальные образования, ни диплом. Нужна только страховка. Но по закону страховая компания должна поставить в известность ведомство, которое выдаёт разрешение на ведение коммерческой деятельности, если вдруг туроператор расторгает страховой договор. Число банкротств туроператоров в Германии за последние годы не выросло, несмотря на происшествия на Ближнем Востоке и в Египте. В год в Германии банкротятся 3-4 туроператора. Например, ГТИ из Дюссельдорфа или судоходная компания два года назад. То есть такие случаи тоже нельзя исключить. Спасибо, господин Теман. На связи со студией был юрист, эксперт по вопросам туризма Петер Теман. О развитии событий смотрите и читайте на сайте Deutsche Welle в интернете, а также на наших страничках в Фейсбуке, Ютьюбе и Твиттере. У меня всё на сегодня. Я желаю вам хороших выходных и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова